А мы к вам идем! Милия Васильевна! Здравствуйте! Ого! Сколько у нее безвременника там! Смотри, море прям! Смотри, какое он! Давай, давай, давай! Ага! Ага, я не слышу, не понимаю вас! Здравствуйте! Здравствуйте! Как вы поживаете? Хорошо? Отлично! Пойдемте посмотрим ваш безвременник. Подождите ваше имя, где вы проживаете и вообще сколько лет здесь живете. Так, ну имя мое Лилия. Живу я здесь с 2004 года. Практически живу я здесь. Думаю, в Москве, в Зеленограде. Я там почти не буду. Вот посмотрите, какая роза красивая. Да, вьющаяся. Безвремени цветет. Она уже должна... Она все лето у вас пила, да? Да, практически все лето. Пахнет. До сих пор пахнет. Да, практически все лето. Да, она рано начинает. Серьезный момент. В данный момент я это свое поместье подарила младшему внуку. А вот я хотела спросить. Здорово. Тут и подарок. Да. Шикарный. Подарила. Как он обрадовался? Очень. Ну я не знаю, как он это самое... Житель Москвы, как он. Только пока он еще не созрел. Но он приезжает сюда? Ну прикольно. Он весь летом вообще... Галычан. Не летом, а когда не женатая была. Вообще здесь часа была. Здорово. Да. И сейчас. У меня было такое желание... Мне 80 лет скоро. И поэтому мое желание было такое определить мое поместье. Я собрала семейный совет и решила на этом совете. В общем, был заданный вопрос старшим дугам. А если мы, в общем, откажемся, если нам не нужно поместье, то что-то решишь. Это по секрету. Всему свету. Теперь же знай вся страна. Всему свету. И не только. Почему определился младший внук? Потому что я в такое условие. Если вы не согласитесь с ним, то это дочь, зять и два внука. То, значит, я его кому-то из местных подарю за даром. Вот это было такое у меня условие. И я не отказывался сейчас. Да, слушайте, как вы здорово сказали им. И что они вам ответили? И что они ответили? Вот младший внук согласился. Отлично. Тогда я это самое. Тогда я это самое. Вы мудрая женщина. Сказать, что он часто бывает здесь. Нет. Он вот последний раз был у меня. Я сильно заболела в феврале в месяце. где-то подстыла. Ага. И так как печку топить надо, да. Еще погода такая была. Блажные. Дрова сырые какие-то такие. Хотя у меня никогда не бывают сырые рова. А вот в прошлом году что-то было неогонято. Такое нехорошее. И он приехал, услышал, что со мной здесь непорядок. Приехал, забрал меня. Я побыла там месяц. И все нормально. Акклиматизировалась, потому что тепло. Не надо было ни за водой, ни за дровами. Но соскучилась. Я очень скучаю. Да, конечно. Если я приезжаю в Москву, я приезжаю, могу выдержать только 4 дня. И то, и то, и так. День приезда туда и день уезда, включая. И два дня практически я только там бываю. А что здесь у меня? Я не знаю. Вот все остальное будет. Пойдем. Вот первый вопрос прямо за вами находится. Вот объясните, кто этот хворост так красиво сложил? Ну, кто Лили Васильевна? Ну, я не знаю. Это постоянная моя работа. А пилил ты кто? Лили Васильевна, сами чтоб все спилили? Что, что? Сами спилили все. Ну, конечно. А я говорю, наконец-то. Труженица не могу. Это самая маленькая. Вот тогда я вам покажу, откуда этот хворост. Откуда это самая. Пойдем, я покажу вопрос. Да, пойдем. Который я приняла. Сегодня утром можно сказать. А со мной все вот эти потаски. Где-то растет, потом где-то я это самую выпиливаю кое-что. Пересаживаю. Да, конечно. Это не самые красивые. Потому что сейчас уже как бы отцвело все. Сама все косит. Красиво. Косит? Сама, да. К примером. И такой ручной. Красиво. Вот, знаете, без ременник какой красивый. Да, без ременник. Какой он смотрится красивый. Ну, подержи. Тогда я вокруг вас объеду, чтобы показать и огород свой покажу вам. А, хорошо. Да. Ой, посмотри, как красивый паперник. Красивый. Какой тоже. Вот у дома. Ромировая. Сейчас уже с огородом она поменьше. А то у нее было. Все, все, все. Ты видишь, сок пересохал? Да. Подготовленные уже. Подготовленные. Мне так как нравится так. Потому что мне так легко с ним справляться. Да. Вы копаете? Ну, я его рыхлю, можно сказать. Не копаю. Да. Уже раз, перекопано, а там-то уже. Ага. В данный момент у меня вот там вот две были теплые грядки. А что такое теплые грядки вы знаете, да? Ну, товар знает, что же она здесь же тоже. С этим есть. С травой. А, это самое. Трава, кустарник. Который вот такой. Я его могу где-то выкопать ямку. Ну, такую. Ага. Такую. Которую мне нужна, да? Туда заложить хвороста. Сверху солому, а потом уже только земля. Да, да, да. И получается тепло. С одеялом. Да, да. Уже. Лилия Васильевна, вообще накосила, накосила. Ну, Лилия Васильевна, вы просто сруженицы. Мне это нравится. Вот. Скажите, а вот озеро, оно же у вас было раньше полное? Красивый какой. Кустарник. Он, наверное, будет весной полный. Наноспире. А рыбки их? Белый, наверное. Это я его, часть, ну, ушла сама по себе. А часть на огород. Поливка у меня. О, видишь, какой? Очень аккуратный. Севная. Это и паркос лезь. Прям хочется лечь и полежать на вашем сене. Да. На травы пошли. Как что это самое. Вот тоже. Видишь кабачки? Еще зеленые, зеленые. В этом году не было никакой силы. Это вот сейчас заканчивается. Я обычно все выкрасывала. В этом году пока не получается. Не знаю. Если пакола позволит, то значит еще доделаем. Да. Погода еще постоит, если... Да, дождя я буду работать. Ну, неделя. Что-то надо, смотри. Наверное, воды мало на этот год. Видите? А, необычно бывает так. Забачно. Где-то здесь около, по центру, около... Сколько? Сколько? Около метра. Около метра, да. Около метра. А, это... Нормально. Нет, нет. Даже один год был вообще. Я очистила его. Да? Прям очистила. Вот мы его расширила и... Так это ряска там сверху, зеленая? Хорошо. Зеленая. Ох, рыбу туда запустить. Все, поела, да? Да. Вы знаете, почему-то моим рыбкам не нравится. Ряска? На зиму мелковата остается. А, да. Я пыталась два раза, и два раза они погибали. Больше пока не пыталась. Надо... Рыбки... Один раз запустила, но приходилось... Хотел... У меня это... Дурный орлов приходили, я здесь сяду и смотрю... Это здорово. Затеняют. Они соединились, и здесь стало темно, и потом... Они настолько вот расползлись, что много места занимают. Да. 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 Уже они вот такие большие. Сука не режь, она будет. Ну, да. Хорошо. Перезки хорошие. Короче, получается, ваши дрова растут, а вы их пилить, да? Да, 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 да. И бесконечно. За 16 лет я купила вот в первый раз дрова. А-а-а. И то они мне останутся... Они мне не потребуются. Ни в этом, ни на будущий год не потребуются. Ну-ка. Я ее из леса тоже ношу. Я тоже куплю сейчас вот эту самую для того, чтобы мне одну большую подложить, чтобы она долго. Ну да, да, да. А так вот сейчас мелким этим топлю. Да, растапливается. Ну... Вот эти березки, они тоже для этой цели растут уже. Угу. Потому что здесь... Они быстро вырастут. Да. Здесь самосивом. Эти я не сажала, эти самосивом. Ну да. А Туйка вот какая, посмотрите, красивая. Вот. Много сажала. Там у меня вот эта цветная. Очень хорошо. Вот. Да? Они не приходили. Ну, у вас федры есть, да? Растут. Пойдем, я тебе покажу. Здесь федры. Пойдем. 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 Это ива такая. Ну, ива, конечно. А это ива такая. Только просто молодая. Нет, нет. Это она такая. А, да вы чё. Красивая. Понятно. Такая кусарочка была. А я туйку хочу. Черенок туйки хочу. Красивый цвет. Вот лестницы я никак не получаю. Я ее сожжу, сожжу. А это орех у вас какой? Манчжурский, Манчжурский, Лиля Васильевна. Это манчжурский орех. Отходи, сфотографируй. А вот я вижу кедры у нее. Красавица. Красавица какая. Вот этот, да? Кедр. Кедр вот здесь у меня. Я выращена из орешков. Двенадцать штук. Шесть у меня ушло куда-то. А это шесть осталось. Вот здесь у меня три штучки вместе. Вместе? Вместе. Я их не смогла садить. Теперь я оставила. Как они это сами хотят. Очень красиво. Ну да, так и будет. Очень красиво. А вот... А вы когда хотели пересаживать? И не смогли? Сколько ему было тогда? Сколько ему было? Я приехала сюда. Ну я не знаю. Ну маленький еще, но она пожалела. Лет двенадцать. Лет двенадцать было. Вот это было, да. Ну это можно было пересаживать. Еще маленькие. Видите сколько за год? Да, какой прирост в прошлом году? Да, да, да. В этом году поменьше. Точно. Всегда разный. Тут одиннадцать. А еще красивый какой-то кустик. Угу. Как на спирею похож, как будто. Да. Коротенький. У меня есть семена, которые мне подарили. Попытаюсь я еще посадить. Потому что, да. У меня тоже есть шишечка. Конечно. Едрике это же здорово. Внук будет очень довольный. Ну что? Он вообще тогда не уйдет отсюда. Потому что все. У него будет здесь и урожай, что вы хотите. Все есть. И огород есть. Пока вот привычка и потом страх. А как же... А чем же жить? Да? Понятно. А это яблонька, да? Или льва сильная? Это яблонька? Да. Ты знаешь, что это, Марочка? Здесь у меня и груши, здесь и яблонь. Я тебе сейчас не скажу, что это. Ну да. Послушай. Это может быть даже эта самая... Черемуха. А, черемуха. Черемуха может быть. Здесь все на свете. Ну да. Все. Сейчас если вот так вот оторвать, или лучше семечка походить? Как лучше? Я сажала на семечке. А, все-таки, да? Могу показать даже, которые выросли у меня из семечки. Это мне... Это когда я уезжала из Москвы, из Подмосковья, да? Соседи мне сопровождали. Много разгорели. Вот одни из этих. Да. Понятно уже разгорели. Ну я вот взяла это, потом посажу, да? Конечно. А когда? Сейчас осенью. Можешь сейчас сажать горшинчик. Так. Я сажала осенью. Угу. Когда привезли сен, большие тюки соломы или сен, не помню. Да, да, да. И я их когда разделила там везде, осталась земля, кусок земли голая. Угу. И я посеяла туда. И все-все-все, что я посеяла, многое посеяла. И все зашло. Угу. В том числе, если сейчас я покажу вам, Борис, тот, который действительно... А это сажала я из этих, из кустиков. Вот еще там вот. Да. Ты их немножко дома подержи, чтобы они доспели. Косточки. Хорошо. Ладно. Красивый. Кустик такой. Они вон еще не совсем спелы. О, у меня помидор в кармане. А это ежевика. Да. Плодоносила так. Ну, такая колючая. Такая она... А потом вы вот эти будете в следующий год отрезать вот эти вот... Которые отдам? Да. Да, да, да. Обрезать, потому что сейчас у меня не будет время, чтобы опало листва, чтобы я обиделась. А, ну, это я лесной жила. А, ну, это я лесной жила. А, ну, сейчас они поддерживают вот на зиму. А ты же снегом-то ешь. Она была... Ну, обцепная. Ну, я не думаю, что у меня, она у всех, наверное, такая. О, Илья Васильев меня угощала тоже. У всех. Она хороша очень. Ага. Это обычная. А, обычная. А, обычная. Это обычная. А, ну, получалось у вас такой дозончик небольшой. Ну, да, чтобы они по-сильному не зарастали. Угу. 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 Аккуратнее. Ага. Хорошо. Ой. Все. Лилия Васильевна, знаете, что я хотела? Что-то мы там, этот... У вас ива плакучая. Можно этот взять у вас? Можно, да? Нет. Леточку. С лапочкой. С лапкой. Понятно. Понятно. Хорошо. Ладно. Спасибо большое. Вот эту ивушку, то есть эту елочку, подарила мне... Шишки какие красивые. Она тоже у Сидорова, участок Сидорова. Слышали там. Вот такую принесла мне. Да. Полола травку и выдернула. Вот такая. Вот посадила с легкой руками. Ой, замечательно. Просто. Не приходит шишки, да посмотри какие наверху. Да вообще. Как будто ее уже начинают украшать на Новый год. Да, да. А ты продолжай. А вы продолжай. А вот листы всего спасают. Я уже сзади и все просмотрюсь. Да. Да. Листынки. Это вот папа ли это с этой лисынки? Это вот вы приехали и сразу посадились? Не сразу. Не сразу. Не сразу. Да. Я только вот очту. Одну я сама, которую я потеряла. Вот. Она была. А одна, которая там потеряла. Да. Так. Ну и все. Все. За барбаресой. У меня даже есть Марин Корин. Ну он свет. Марин Корин. Ну. Мама, надо самим показать секретом. Ну только листову посмотри. А что с ним делать? Такая же, как в Кирпион. Я, по-моему, срезалась. Марин Корин. А что с ним делать-то? У меня это лечебное. А это почитаю тебе. Это лечебное. 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 А, здесь у вас. Вы спрятали. А, здесь у вас. Вы спрятали. А, вот он. Да, да, да. Вы его заобрезали. Ага. Понятно. Я его обрезала, у него было два ствола. Надо будет палочку туда поставить. Тамара, я не забыл поставить. Знаете, это мне тайник. Чтобы не ушло никуда. Ага. Вон она, бьющаяся Ива. Я возьму, пойду лапочку. Да, да, да. Пожалуйста. Мне одну старую маленькую. Хорошо. Молодина, вам тоже возьмешь? Нет, я не о том. Только не узнаю. Я могу считать отдать. Нет, не надо. Не надо. А, ты про эту Иву. А вот этот маленький куст что? Плакучий у меня есть. Я посадила. У меня есть Плакучий? А какой ты? Вот этот тебе? А я вот это думала. Вот это Ива. А вот этот маленький. Можно, Лиза Васильевна? Вот. Лиза Васильевна, можно? Тамара, иди, тамара. У меня Плакучий есть. Ваня, такой кустик. Она приживается, и та и другая. А, тебе не надо? Не надо. Хорошо, я возьму. А эту тоже можно, да? Да, конечно. Спасибо. Вот там серебристая Ива. Серебристая Ива. Где? Покажи. Вон та. Сейчас подождите. Очень красиво. Сейчас, сейчас, сейчас. Он такой декоративный. Ну да. Он такой нежный-нежный. А Ива-то она приживается хорошо. Так, раз вам и мне. И мне. Два. А ты взяла себе? Угу. Угу. Я там тоже отловила. Так. Какие серебристые? Она, во-первых, самая. Это самая. Это самая. Серебро. Серебро. Это металл. А вот, смотрите. Вот, смотрите. Вот. Видите-ка. Вот эта самая. Вот видите-ка. А с этой. А когда ветер, она прямо именно серебристая. Так. Ну что, рвём одну лапочку? Лилия Васильевна, я рву одну. Пожалуйста, я могу принести. Нет, нет, нет. Так. А сейчас просто осень. Вот эта показательная и молодая, но она осенью. Да, понятно. Нет, это. Она хорошая. Это тоже разновидность этих. Да. А я вот прям эту. Ну а эта считается кучерявая у вас вот эта лилия. Шарадина. Шарадина. А, Шарадина. Шарадина. Нет, а там есть какие-то вот такие. Чупчик-чупчик-учерявый. Да нет. Она вот в городах, на этой самой. Ага. Ну да, конечно. Ага. Если придётся приходить и... Где везде хожу, где что-то интересное. А вот это что такое? Спиреи? Так, это спиреи, да. Это белая. Есть такая спиреи. Да. И вот душица у меня такая красивая. Я вот там не пропожу. У меня здесь вот была такая вот дорожка. Вот там такие пустые. Я в этом году только выкопала. Потому что они уже старенькие, сладые. Угу. 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 Ну пока, да. Угу. Угу. А я посажу. Это кажется вам, что пустые. Пустые. У них должны. У них должны. Прям в ячейках есть. Я тут и собиралась. Она, видишь, это другой слад. Я забила. Ну и чего? Ничего нормального. Может быть, вот это вот. Здесь, нет. Знаете, что ты их не поймёшь. Нет. Какие-то шкурки одни? Ну, надо просто попробовать, посеять. Да-да-да. Я вот попробую. Спасибо большое. Виноград. Чубушин? Нет. Ранее, на юге. Форзиция? Вот это форзиция. А у нее бывают ростки? Бывают. А, да. Утветет уже у тебя? Я только посадила. Надо это самое. Нет, выкопаем. Нет, желтый цвет сначала. Красавица. А потом уже листва появляются. Она ранняя, ранняя. А это оказалась Калина. Я жду, когда она зацветет. Беричина. А, беричина. А, беричина. А, ее надо в этот. Мне очень много дубов. Здесь есть и муж. Здесь есть и отец. Здесь есть и братья. А вот это накрасит то, что я вам говорю. Ммм. Кисленький, да? А, это барбарис. Это барбарис. Который, что я и сам видел. Ну, как и в другой социуме. Этот сочный. Этот вкусный, кислый. Его можно в этот плов вложить. А вы его собираете? Нет. А почему? А мне не хватает времени. И нужный нет. Ага. Я вам сейчас вот покажу. Вот. Я взяла. Спасибо. Ага. Покажу и расскажу. Ну. Как можно... Ой, а вот еще прям брось. Приходите, собирайся. Хорошо. Ага. Здесь. Вот. Вот эти возьмем. Я бы собрала. Дурвизуа. Нет. Тут красиво. Это обычно. Очень вкусные. Сейчас. Сейчас. Я сейчас принесу покажу. А нет. Пойдемте. Вы знакомы с этой... Айва японская? Да. Знакомы. Да, да, да. А вы знаете какой вкусный напиток из нее? Нет. Обалденные девчонки. Сейчас попробую. Есть. Вот этот год. Есть плоды, да, Кирилл Васильев? Я сажала вот по дороге. У меня маленькие. Сначала. Ну, все заросло. Люди рвали плоды. А травой заросло. Вот. Я там почти все выкопала, убрала. Оставила только один вот тебе тысячи. Вот этот. Сейчас я вам покажу и расскажу. А при случае покажу. Это самое. Так а вы уже этот... Собрали урожай и сделали, да, уже? Напиток. Вот такие вот плоды. О! Вы видели. Да, вы видели. Да, вы видели. Какое. Я это самое... Вот писаю, мне хватает времени делать. Красиво. Их режу мелко-мелко. Засыпаю большим количеством сахара. Угу. И пока вот... Сок. Чем больше сахара, тем больше сока, да, получаешь. И на литр примерно полстакана, сто грамм. Обалденный получается. А он еще витаминизированный, очень полезный. Так его не варить, не варить ничего. Не варить ничего. О! Здорово. Вы знаете, вот кто пробует... Это... Ой, а можно три штучки взять или возьмите? Разрешаю. У меня вот такие прям самые розвенькие. Возьру. Розвенькие. А мне одну можно? Да, пожалуйста. Спасибо. Это более... Это более спелые они, да. Вот я тоже возьму. Семена. Спасибо. Давайте возьмите еще там чужую одну. Попробуйте. Да, сделаю напиток. Нарежу. С медом. Это вообще... Тамара, сюда эту сумку надо нашли. Да, ну мы, знаете, сейчас вот ездим по всем поместьям, и все-таки уже 15, даже больше, как вот вы же проживаете. И нужно... Мы снимаем фильмы, именно кто как обустраивает, кто как строит свое вот родовое поместье. Кто-то... Да, с любовью, чтобы вот видать прямо у вас ухоженный. Пропаганда этого образа жизни. Показать, что действительно возможно жить на гектаре земли, что это не много, что действительно вот здесь жизнь в раю, а не в городах. Да, без молодежи. Чтобы обратили внимание, вот я просто потрясена вашей идеей, как вы подошли к... В общем, нет закона о родовых поместьях, но вы настолько вот изощрились, или как это сказать, да? Правильно. Мудро поступили с участком земли. Понимаете, вот по закону о родовых поместьях участок должен передаваться в пожизненное пользование, с правом передачи по наследству. Но этого права пока не закреплено ни в каком законодательном акте, к сожалению. Но вы об этом позаботились сейчас. И вы уже узаконили свое родовое поместье, передав его по наследству. Это просто потрясающий поступок. Ну, дело в том, что я... Во-первых, у меня один участок был. Ну, во-первых, я все время на земле. Все время на земле. Я родилась в Тамбовской области. И четыре года оттуда уехала в Москву. В Москву перевезли меня там, ну, в Саяки все. И вот из всех, как только я... Да, и приехала я в Крюково, это рабочий поселок у нас был. В Крюково. И, в общем, три сотки земли у нас была. И, в общем, вот... Практически я родилась на земле, и у меня всегда была земля. Одна, потом дача, потом вторая дача, которую сейчас дочерью оставила. И вот теперь поместье, потому что... Ну, в общем, вот сама... Пошире захотели. Я по-другому не могу. Я родилась на земле, на этой черноземной, понимаете? Да, нравится, хорошая. Я родилась... Родители... Мама была учитель, а отец был председателем колхозов. Имеет... Это самая... Почетная грамота ВДНХ, да? По-моему, 36-й год, по-моему. Вот, понимаете, вот... Крови я тоже... Это по наследству переливала в супер крови. Да, и я её очень люблю за мной. Да, он бы был... Сел у меня, я бы её... Не, я говорю, первый год. И это первый год, я не до конца в силу. Вы сюда вернётесь, Илья Васильевна. Жизнь-то бесконечная. Да. Вы сюда вернётесь. Вы всё заложили для себя. Всё, как сказать. Для себя подготовили. Вот самое главное. Жизнь не одна. Вот что надо запомнить. Сейчас вот, что не смотришь, то фильмы, то песни. Жизнь одна. Прожить её легко и просто надо... Да? Всё это само. Вот. Чёрт. Надо вот всем людям донести, что жизнь не одна. Но она только, возможно, в родовом поместье. Да. Вот. Поэтому я тоже с таким... Даже дети, если не захотят, я всё равно вернусь в своё поместье. Ну, с таким настроем другому не быть. Другому не быть. Вот как раз это три берёзки. Это на Калхате. У меня были первые... Первые крошадки. Угу. 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 Угу.